В Скопине прошел съезд Совета муниципальных образований. В нем принял участие губернатор Рязанской области Олег Ковалев. В своей речи глава региона отметил, что основными вопросами встречи являются повышение эффективности работы муниципальных органов власти, а также грамотное использование бюджетных средств. Скорее всего, что и 2014 год будет достаточно сложным, потому что в целом вот эти явления в экономике, которые происходят в мире, в России, они, в общем-то, отражаются на Рязанской области. И хотя у нас, будем говорить так, экономика в значительной степени диверсифицирована, то есть мы не зависим там только, допустим, от выплавки стали, или же только от нефти, цены на нефть. Вот в этой ситуации, когда мы не можем с вами наращивать наши бюджетные доходы так, как это делали предыдущие годы, когда мы росли, там были годы, когда мы росли 20% и 15%. Значит, в этой ситуации самое главное сегодня – эффективное использование тех бюджетных средств, которые есть. Еще одна важнейшая для нашего региона тема – здравоохранение. Губернатор развеял слухи о том, что в области планируется упразднение ряда медицинских учреждений. Хочу раз, еще раз, вот используя эту высокую трибуну, раз и навсегда сказать, что никто в административном порядке, ни коек, ни больниц, ни ФАПа закрывать не будет. И не собирался никто этого делать. И те слухи, которые как бы идут, и те попытки, значит, представить это именно так, они не, будем говорить, не основаны на реальных решениях. Решения никто таких не знает. Благоустройство населенных пунктов также остается болезненной темой в Рязанской области. По словам Олега Ковалева, соответствующего контроля за работой предприятий, обслуживающих населенные пункты, на сегодняшний день нет. Должны работать эффективно административно-технические комиссии. Ну, коллеги, значит, кроме областной комиссии и комиссии города Рязани, ни одна комиссия не работает. А это некий жупел, это некий меч, который должен быть занесенный любой нарушитель, не там яму выкопал без разрешения, значит, предписание. Не выполнил бы предписание, оштрафовали. Никто не говорит, что надо сразу прямо всем выписывать штраф на лево и на право. Надо сначала людей подвигнуть на то, что, ребят, ну-ка выполните, ну уберите. Домовладения частные, то же самое, они же обязаны соблюдать правила благоустройства. Они должны быть приняты на муниципальном уровне. Эти правила благоустройства, в которых обязанности должны быть и домовладельцев, в которых должны быть прописаны обязанности предприятий, организаций, учреждений. Должно быть раскрыто понятие, что такое благоустройство, что такое уход за прилегающей территорией. Тогда у нас будет меньше поваленных заборов, меньше будет мусора, который становится, меньше прошлогодней травы, которая становится предметом возгорания. И горели же у нас, и усадьбы, и все от этого. Работу в экономической и социальной сфере, отметил губернатор, необходимо вести в тесном взаимодействии с обществом, гражданами, оценка которых и должна являться главным критерием для руководителей всех уровней.